9 ноября в школе номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова прошло родительское собрание, посвященное предстоящему капитальному ремонту школы. Его открыла директор школы Лариса Владимировна Смирнова. Она рассказала о необходимости вхождения в программу. Здание школы 1976 года постройки. Замены требуют коммуникации, кровля, полы, двери, окна, электропородка и многое другое. Руководитель образовательного учреждения перечислила все работы, которые прописаны в сметах. О том, что 13-я школа вошла в программу капитального ремонта, стало известно две недели назад, а подготовка к тому, чтобы в эту программу попасть, началась очень давно. По результатам вхождения в программу в нашей школе определен один календарный год, это 2024, то есть начало 1 января 2024 и конец работ, это 31 декабря 2024, один календарный год. Но есть тема штаба, когда для школ определяют и два нулярных года. Это не так, что вот, например, выделили какие-то быстренько девушки, что-то начали делать. Вообще программа существует до 2026 года. Целый год мы занимались тем, что капитально относится к этому серьезному испытанию под названием конкурс. Заказчиком проведения капитального ремонта выступит администрация города. Все знают, что в России реализуются национальные проекты с 2018 года. Именно благодаря участию города в этих национальных проектах сейчас будет и реконструкцию площадей и сферов нашего города, социальных учреждений. По той же 13-й школе у нас был сделан ремонт, спортзал и IT-клуб. Но вот сейчас, буквально с конца 2021 года, нам предложили участвовать в проекте капитального ремонта школ. Безусловно, все школы, которые находятся на территории города, тренируют капитального ремонта, но первоначально на этот этап мы приняли решение заявить именно самые большие школы города. Это школа номер 15, школа номер 2. Вот, то есть оба разработанные учреждения включились в эту работу, разработали проектно-смертную документацию. 12-я школа немножко раньше успела, поэтому, вот буквально две недели назад у нас пришел уже приказ Министерства просвещения Российской Федерации, в котором, чего не ловил, было написано, что 13-я школа включается на 2024 год, а школа номер 2 на 2025 год. Дорогие родители, для вы, и на месте с вами, придется решить в рамках производства работ по капитального ремонта школы очень большие задачи. Но, вот, Борис Владимирович задал мне вопросы, смог ли городской бюджет своими силами. Естественно, что приемлемо мне собственного бюджета в размере 200 миллионов, а силы на ремонт стоимостью в 133, естественно, мы не можем, поэтому мы делаем все возможное, как только какая-то возможность появляется, мы сразу заявляемся на такое федеральное финансирование. И, слава Богу, что и нам, и администрации школы удалось это сделать. Безусловно, что в течение этого года, пока будет проводиться капитальный ремонт, дети будут учиться в другие школы. То есть это неизбежно. Но я хочу сказать, что это крайне важно. То есть другие возможности отремонтировать школу и привести, надо сказать, что это не просто капремонт, это уже будет практически новая школа. То есть тут будут заменены все инженерные системы, которые есть в нашем проекте. И, считайте, я уже об этом сказал. На время проведения капитального ремонта школьники будут переведены для учебы в другие школы. Начальные классы в школу номер 37, а с 5 по 11 классы в школу номер 2. Это была лишь первая встреча, первое установочное совещание, которое прошло очень конструктивно. Родители задали множество вопросов относительно проектно-сметной документации, конкурсных процедур, календарного планирования проведения ремонта по видам работ, питания и, что самое важное, организации учебно-воспитательного процесса и посещения детьми учреждений дополнительного образования. Я уже говорила, что результаты конкурса стали известны две недели. И в течение двух недель мы выстраивали какую-то логистику, выстраивали определенную систему работы конкретно. В какие здания, в каких зданиях будут учиться наши дети? Не школу закрывают, а здания закрывают. Мы с детьми переходим в другие помещения. Из разряда слухов. Если мы переходим учиться во вторую школу, то у наших детей будут учителя во второй школе. Да нет, конечно же. Если у вас был этот учитель математики, он и будет у вас вести данный предмет. Вот этот вопрос вайм на понимание. Конечно, прекрасно, что сегодня такое серьезное собрание. И вы, неравнодушные жители нашего города, и участники образовательного процесса, переживаете и за школу, и за собственных детей, и за образовательный процесс. Поймите, мы все заинтересованы в том, чтобы образовательный процесс был достойным, правильным и удобным как для родителей, так и для детей, и для педагогического коллектива. Хочу сказать, что мы сохраняем весь педагогический коллектив, всю педагогическую нагрузку каждого учителья. Кроме этого, и персонал, который обслуживает работу в школе. Это тоже все предусмотрено. То есть никого увольнять, да, или переводить на меньшеоплаченную работу мы не будем. По образовательному процессу, вы уже сказали, еще раз повторюсь, да, это две школы выбраны. Тридцать седьмая и вторая школа, так как мы предполагаем, что в основном все дети проживают на территории, ну, всех больше ближе к этим учреждениям. Родители высказали свои пожелания относительно обучения первых и выпускных классов. Все предложения будут рассмотрены и учтены во благо учащихся. После обсуждения родители выразили свои мнения, в которых поддержали проведение капитального ремонта в школе. Глава города Игорь Ральников прокомментировал встречу в школе. Включение наших школ в программу капитального ремонта – это, безусловно, очень большая победа и для администрации города, и для администрации школы, которые приложили очень большие усилия для того, чтобы попасть в эту программу. Действительно, деньги не шуточные. Никогда, наверное, в истории города такие средства не выделялись именно на образовательные учреждения. То есть 13-я школа – это 133 миллиона. То есть 133 миллиона, из них почти 8 миллионов будет потрачено на приобретение нового оборудования в школу. То есть вообще мы ждем, что после проведения этого ремонта школа полностью изменит свой внешний облик, станет настоящей современной школой 21 века. Вот. Что касается, ну, в общем-то, и вчерашнего собрания, и мы понимаем, что проведение ремонта, оно повлечет за собой определенные неудобства. Ремонт школы будет проходить в течение одного календарного года. То есть, ну, почему один календарный год? Потому что этот ремонт будет затрагивать, ну, не только там какие-то небольшие детали, да, то есть это будет ремонт всех конструктивных элементов и инженерных сетей зданий школы. Вот. То есть это фундамент, это отмазка, это стены, полы, потолки, кровля. Вот. Полностью будет заменена система отопления, система водоснабжения. То есть, ну, естественно, внутренний дизайн школы также будет изменен кардинально. То есть, фактически мы ждем, что после проведения капитального ремонта дети придут в абсолютно обновленную современную школу. Вот. Вчера обсуждали с родителями. Хочу сказать, что явка была достаточно масштабной. То есть, 121 человек родители вчера были, ну, весь зал был заполнен. Вот. Безусловно, родители положительно оценивают вот этот момент, что придет. Но придется те неудобства, которые придется пережить в течение года, придется их переживать. Поэтому вчера были даны разъяснения об организации учебного процесса. То есть, администрация школы сделала свое предложение, как будет организован учебный процесс. Вот. Учебный процесс будет организован таким образом, что начальная школа будет переведена в 37-ю школу номер 37, а классы с 5-го по 11-й в школу номер 2. Вот. Естественно, в этом случае не обойтись без второй смены, не обойтись без дистанционного обучения. Но все мы будем делать исключительно в рамках требования САНПИН. Если САНПИН запрещает первую, вернее, вторую смену для учеников первых, пятых классов, естественно, что они будут учиться только в первую смену. Вот. Естественно, вопросов было много. Мы провели только установочное совещание, и, наверное, самым основным моментом, который вчера был достигнут, это был выбран из родителей каждой возрастной параллели, был выбран координационный совет. То есть, на предварительном этапе они будут совместно с администрацией школы корректировать расписание уроков, то есть, каким образом будет организован процесс, контролировать, каким образом дети будут привыкать в новых помещениях. То есть, вот этот весь процесс, его надо пройти. Поэтому администрация школы сейчас плотно будет работать вместе с координационным советом по организации учебно-воспитательного процесса. Что касается самого ремонта. Естественно, что нам отведен календарный год. Вот сумма на ремонт достаточно серьезная, то есть, это 126 миллионов нам надо направить на все те мероприятия, которые предусмотрены проектом. Значит, наша задача, как можно быстрее провести конкурсные процедуры. Вот, то есть, сейчас мы решаем вопрос о внесении изменений в бюджет города, чтобы нам начать конкурсные процедуры. И осуществляем предварительный подбор подрядной организации. Вот, здесь, конечно, вопрос серьезный, ответственность очень серьезная. То есть, подрядная организация должна быть такая, чтобы в течение календарного года, как предписано и Министерством просвещения Российской Федерации, и чтобы выполнить те обязательства, которые мы взяли перед людьми, перед родителями, перед сотрудниками школы и перед нашими детьми, естественно, что подрядная организация должна быть добросовестной. И сейчас мы этим делом занимаемся. Я хочу сказать, что любая стройка, любой капитальный ремонт такого глобального характера, это всегда риски. Это риски нарваться не на недобросовестного подрядчика, это риски, ну, в части, допустим, объектов наружного размещения, это риски погодных условий, всегда риски есть, это, безусловно, риски инфляции, они всегда имеют. Но, в общем-то, из моего опыта работы, в общем-то, объектов в городе построено достаточно. Естественно, что самый лучший результат, это дает предварительный выбор, когда мы предварительно оговариваем, находим подрядную организацию, и с ними уже обговариваем их участие в конкурсе. Безусловно, что в рамках электронных торгов могут заявиться еще предприятия, но... Но, да, то есть, когда мы, так скажем, предварительно до проведения торгов не, так скажем, не определяем тех потенциальных добросовестных подрядчиков, которые будут на них заходить, это фиаско. Вот, поэтому сейчас мы занимаемся именно подбором подрядной организации, которые потенциальными будут заявителями на конкурс. То есть, мы сейчас этим занимаемся, но это честно, это необходимо делать, чтобы нам не нарваться на каких-то жуликов, извините меня. Поэтому ответственность мы свою понимаем. Хочу сказать, что заказчиком будет, безусловно, не администрация школы, а администрация города. Я лично буду контролировать всю эту стройку. Вот, и, ну, безусловно, что с технической стороны еще будет привлечен строительный контроль, специализированная организация, которая будет контролировать каждый этап строительства и качество, и сроки. Вот, то есть, возможности у администрации города, безусловно, намного больше выступать в роли заказчика, чем у администрации школы. Вот, у нас есть, ну, школа, задача школы обучать детей. То есть, это их основная функция, и, в общем-то, наверное, другими делами просто их грузить, это будет не то, что непорядочно, это неправильно, и, наверное, обречено на провал такие идеи. Поэтому мы взяли все функции заказчика на себя и будем четко контролировать этот процесс. В этом ключе не только мы, также город Угаличу утвердили, сумма примерно та же самая, Волгореченску, то есть, города Костромской области, они также будут выполнять эти функции в течение следующего года. Да, я вчера увидел на собрании, в общем-то, многих родителей, которые и сами учились в 13-й школе, да, когда были детьми, вот, и, в общем-то, желание, чтобы их школа стала красивой и современной, уже у родителей, безусловно, это было поголовное мнение всех. Вот, единственное, конечно, те сложности, которые будут, придется решать, и тем людям, которые как-то скептически к этому относятся, как-то, может, с опасением, но я думаю, что на классных, на родительских собраниях, безусловно, будут даны необходимые разъяснения, и все те проблемы, которые будут связаны с капремонтом, будут сняты. Я очень на это надеюсь и прошу родителей не паниковать, мы сделаем все возможное для того, чтобы и организация учебного процесса, и сам капитальный ремонт прошел на должном уровне.